Новая школа гармонично вписалась в общий архитектурный облик микрорайона, оказавшись в окружении высотных жилых зданий, как в оазисе. Добираться до места учебы юным жителям дрожжено будет несложно. Школу ждали с нетерпением, все два года следили за ходом строительства. И вот она готова. Почти. Остались последние мазки. Сотрудник главстроенадзора Валентина Зверева на данном объекте была не раз. Сегодня, говорит, предпоследнее посещение. При отмелких недочетов обещают устранить. Время на это еще есть. Но в следующий раз комиссия должна принять здание, разрешить эксплуатацию. А значит, недочетов быть не должно. Эта школа, она достаточно высокого уровня. Она соответствует всем требованиям современным. Здесь предусмотрены все необходимые учебные процессы. Здесь предусмотрены и лекционные зоны, и рекреационные зоны. И спортивные мероприятия. Два спортивных зала с хорошим оснащением. Футбольные полы. Здесь очень многие виды спорта будут заниматься. Инспектирующие прошли по кабинетам и залам. Оценили необычные парты с поднимающимися столешницами. В актовом зале понаблюдали за установкой тресел. Три дня назад начали сыграть. Когда закончите? Сегодня закончим. Насколько, на Ваш взгляд, хороший будет зал? Очень хороший. Таких залов очень мало. Актовый зал, это немало важно. Он на 500 мест. И это присутственное место. У нас в сельском поселении, в данном микрорайоне, вообще нет присутствного места. И для населения, и для встречи, и главы района. Да и хоть каких мероприятий проводите. На самом деле, у нас современное здесь оборудование. Если Вы все видели, и мультимедийные доски, и парты определенного формата. А это спортивный зал новой школы. Он уже почти готов к эксплуатации. Большой интерес вызывает особо прочный спортивный линолеум. Специалисты уверены, что он прослужит как минимум 20 лет. Практика назначать директора школы задолго до начала учебного процесса прижилась в районе. И по твердому убеждению главы муниципалитета правильное решение. Директор этой школы Ольга Амелькова год назад вступила в должность и отслеживала этапы строительства, внося свои предложения, требуя качественного выполнения всех работ. Ведь здесь ей быть хозяйкой. Ольга Ивановна уверена, ученикам в школе будет уютно, как дома. Готовы учебные кабинеты, готовы актовые спортивные залы, готова библиотека. Остается немножко доделать. Дополнительное оборудование, которое будет поступать и поступает днем и ночью, оборудование устанавливается, учителя набираются, школа ждет будущих учащихся. Новая школа рассчитана на 825 учеников. Весь последний год, помимо строительных работ, администрация школы занималась укомплектовкой кадров. По словам директора, на сегодняшний день кадровый состав педагогов набран полностью. Пока эти классы еще не слышали щебет одесских голосов, за этими партами еще не сидели ученики. Но пройдет немного времени и наступит 1 сентября. Сюда придут ребята, школьники, для которых начнется новая, интересная, самая необыкновенная жизнь. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Анастасия Нархонова, Видное ТВ.